Польские историки продолжают раскапывать самые интересные сюжеты из славного прошлого своей страны. Одной из таких тем стала история о том, как знаменитый любовник Серциет и авантюрист Джакома Казанова посетил Варшаву во время правления короля Станислава Августа. Позже сам всемирно известный итальянец, чье имя стало нарицательным, подробно описал приключения в Польше в своих воспоминаниях. Однако эксперты не склонны во всем безоговорочно верить Казанове, который, конечно же, хотел представить себя в мемуарах в самом выгодном свете. Тем не менее, во время своего пребывания на территории Речи Посполитой, герой-любовник успел пережить несколько амурных увлечений и попасть в эпицентр ряда остросюжетных авантюр, которые могли бы стать основой для захватывающего приключенческого романа. В середине 18 века Варшава была одним из центров европейского просвещения. Здесь царила по-своему уникальная атмосфера, кипела и бурлила светская и культурная жизнь, которая притягивала деятелей искусства со всего Старого Света. Естественно, что посетить город на Висле стремились многие путешественники и авантюристы. Казанова не стал исключением. Прибыв в Варшаву в середине 60-х годов 18 века, он рассчитывал сделать успешную карьеру при дворе короля Станислава Августа. Итальянец приехал в польскую столицу из Санкт-Петербурга, имея при себе рекомендательные письма, которые открыли ему двери многих знатных домов местной шляхты. В этот период своей жизни Казанов активно искал себе могущественного покровителя, желательно какого-нибудь европейского монарха, который предоставил бы ему высокую почетную должность, а с ней достаточные средства к существованию. Однако, визит к прусскому королю Фридриху и поездка в столицу Российской империи не дали желаемого результата. Тогда Казанова решил попытать свое счастье в Варшаве. Заметим, что в Петербурге венецианский лавелас и дамский угодник также сумел отметиться в нескольких громких историях. У него был бурный роман с девушкой простого происхождения. В то же время Джакомо сумел подружиться с влиятельным графом Паниным, который представил итальянца при петербургском дворе как своего протеже. Российский граф фактически руководил всей внешней политикой империи, пользовался большим авторитетом и смог устроить встречу Казановы с императрицей Екатериной II. Однако, все это так и не помогло авантюристу получить заветное назначение в Петербурге. И он принимает решение отправиться в Варшаву. Надо отметить, что польскую столицу для реализации своих амбициозных планов Казанова выбрал совсем не случайно. Польские историки особо подчеркивают, что в такой важный момент своей жизни он выбрал именно Варшаву, а не поехал в Берлин или Вену. Казанова уже успел побывать ранее в столице Польши и остался вполне доволен увиденным. Кроме того, из России он вез рекомендательные письма к влиятельным представителям таких знатных княжеских родов, как Любомирские и Чарторийские. Но самое интересное то, что именно в главном городе Речи Посполитой сделала блестящую карьеру его мать, известная итальянская актриса. Таким образом, Казанова имел полное представление о том, какой успех может ожидать его в Варшаве при дворе короля. К тому же, в правление Станислава Августа для таких людей, как Казанова, открывались самые широкие возможности. Новый король имел репутацию любознательного и открытого человека. Он успел до занятия престола повидать мир и стремился максимально приблизить атмосферу, царившую при его дворе, к лучшим и передовым европейским образцам. Однако, к разочарованию знаменитого авантюриста и любовника и тут его ждала неудача. Казанова слишком легко отнесся к тому, что он оказался в самом эпицентре политических скандалов и конфликтов при польском дворе. Горячий и темпераментный итальянец вмешался в ссору между двумя известными в Варшаве балеринами, своими соотечественницами. Оказалось, что это не только вражда двух театральных звезд своего времени. За каждой из балерин стояла определенная группировка вельмож. Злые языки в конечном итоге вынудили покинуть Варшаву. Он сделал слишком много ошибок. Одной из самых значительных стала дуэль с фаворитом короля Ксаверием Броницким. В результате от больших ожиданий Казанова не осталось и следа. Авантюрист был вынужден покинуть Польшу. Как отмечают польские историки, именно пребывание в Варшаве положило начало литературному творчеству Казанова, который остался в истории именно благодаря своему таланту писателя. Всего известный авантюрист, азартный игрок и неутомимый любовник выпустил 12 томов своих воспоминаний. Казанова считал, это следует из его мемуаров, что события в Варшаве сыграли переломную роль в его биографии. Также итальянец написал трактат, который он посвятил Польше. В своем труде он рассматривает причины, приведшие к расчленению территории Речи Посполитой между ее могущественными соседями.